МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире. В студии Гульнара Женгагулова. Касамжимар Тукаев выразил соболезнования президенту и народу Непала в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения в западной части страны. В телеграмме глава государства пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от стихийного бедствия и возвращения в семьи пропавших без вести граждан. В результате мощного землетрясения на западе Непала погибли по меньшей мере 157 человек. Еще больше 100 пострадали. Сильнее всего подземные толчки ощутили в населенных пунктах в горных районах. В ликвидации последствий стихии, помимо спасателей, задействованы военные и службы безопасности. Поисково-спасательная операция затруднена заблокированными в результате оползней дорогами. Сотни семей остались без крыши над головой. По данным местных СМИ, подземные толчки ощущались и в столице Непала, а также в городах соседней Индии, включая Дели. В течение часа после основного землетрясения произошло еще три повторных. Казахстан – ключевой транспортно-логистический хаб, соединяющий Евразийский континент с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Почти 85% всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу проходит через нашу страну. Об этом заявил глава Кабмина, выступая на официальной церемонии открытия 6-й китайской международной импортной выставки в Шамхае. Алихан Смаилов также отметил динамичный рост взаимной торговли между двумя республиками. Китай сегодня закупает у нас экологически чистые масличные культуры, зерно, мясо и другие сельхозпродукты. Планируется, что уже через 7 лет объемы двустороннего товара оборота достигнут 100 миллиардов долларов. Для этого, по словам Алихана Смаилова, нужно расширять торговую номенклатуру. Также стоит упростить административные процедуры и применить процессы цифровизации. В 2022 году мы отправили масло-жировой продукции в объеме более 122 тысяч тонн на общую сумму порядка 170 миллионов долларов США. В текущем 2023 году мы увеличим экспорт масло-жировой продукции на 40%. По всему этому в текущее время прорабатывается вопрос совместно с Министерством торговли и Министерством сельского хозяйства по открытию рынка Китая для экспорта высокобелковых кормов. Казахстан презентовал свои инвестиционные, торговые и промышленные возможности на крупные выставки в Шанхае. Это проекты в сферах сельского хозяйства, туризма, логистики, экспорта и инноваций. Отечественные производители представили зерновую, масло-жировую и другие пищевые продукции. Также ознакомили сетью железнодорожных маршрутов и ключевыми туристическими достопримечательностями. По словам предпринимателей, продукция отечественного производства востребована не только внутри государства, но и в странах Центральной Азии. Отмечу, за последние пять лет в Китайской международной импортной выставке участвовали 133 компании из Казахстана. Они заключили выгодные экспортные контракты на сумму больше 260 миллионов долларов. На сегодняшний день кондитерская фабрика Байан Сулу производит более 50 тысяч тонн продукции в год. Из них около 40% реализуются на экспорт. Экспортное направление у нас составляют все страны СНГ, плюс также КНР, Монголия, Восточная Европа, Корея с этого года. Ищем новые рынки, ищем новые страны, географию расширяем. В общем, видим большой потенциал в нашей продукции за рубежом. Сегодня в Казахстане проходят выборы Акимов районов и городов областного значения. Голосования идут в 45 районах и городах. Отмечу, что свои кандидатуры на должность Акима выдвинули 10 женщин. Они зарегистрированы в областях Абая и ЖТСУ, а также в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Североказахстанской и Павлодарской областях. Большинство женщин-претендентов работают на государственной службе. Их возраст от 39 до 59 лет. В районе Алтая Восточно-Казахстанской области на должность Акима претендуют два кандидата. Район один из крупнейших в регионе. В местных селах действуют 68 избирательных участков. Пункты голосования также оборудовали в медучреждениях. За ходом голосования следят независимые наблюдатели. Для контроля за выборами также сформированы 6 мобильных групп. Они ездят по селам. Для удобства голосующие в 27 пунктах установлены онлайн-программы, где можно сферить данные о месте регистрации и узнать свой участок. По данным ЦИК в выборах Акимов, районов и городов областного значения зарегистрированы 164 кандидата. 69 представляют политические партии и 95 самовыдвиженцы. По мнению наблюдателей, такая статистика подтверждает растущую гражданскую активность и вовлеченность населения в выборные процессы. Наблюдатели работают две смены. Ну и, соответственно, работа ведется без нарушения законодательства. То есть все пришли вовремя. Идет взаимодействие с другими наблюдателями для того, чтобы процесс шел объективно, прозрачно и демократично. То есть это первые прямые выборы Акимов района. Это пилотный проект, то есть, соответственно, пристальное внимание со стороны СМИ, независимых наблюдателей и других. Ну и, соответственно, работа ведется без нарушений. В Актюбинской области Акимов выбирают в трех районах. Выборы проходят на 79 избирательных участках. На них созданы все необходимые условия для голосования, в том числе для людей с особыми потребностями. На одном из участков селе Алия Кобдинского района за ходом голосования наблюдали наши корреспонденты. 29-летний Айдарбек Имаков работает в Доме культуры. У мужчины инвалидность по зрению. На участок, расположенный в Центре патриотического воспитания, вместе с супругой они пришли рано утром. Никаких сложностей с голосованием не возникло, говорит Айдарбек. В пункте есть все необходимое для людей с особыми потребностями. Тактильные указатели, памятки в аудиоформате, лупа и трафарет с шрифтом Брайля. Ожиданий от Нового Акима много. Надеюсь, он обратит внимание на проблемы людей с особыми потребностями и многодетных матерей, а также будет делать все необходимое для развития нашего села. В селе Алия Кобдинского района проживают 1208 жителей. Правом голоса обладает 624 из них. В населенном пункте четверо молодых людей голосуют впервые, а самому пожилому избирателю 87 лет. На участке отмечают высокую явку избирателей. Жители активно участвуют в голосовании. На участок люди идут с раннего утра. 11 человек по состоянию здоровья голосуют на дому. К ним члены комиссии приезжают с переносными урнами. В Кобдинском районе Акима выбирает из трех кандидатов. По три кандидата в Уилском и Иргийском районах, где сегодня также проходят выборы. Своим правом голоса смогут воспользоваться больше 28 тысяч человек. Наталья Салькова, Булат Молдогалеев, Октябрьская область, Хабар-24. Отмечу всего, в Октябрьской области выбирают Акимах в трех районах. Иргийском, Уилском и Кобдинском. В каждом из них по три кандидата. Голосование проходит на 79 избирательных участках региона. В списках больше 28 тысяч избирателей. Жители нашего села Алия активно голосовали. Я очень рада. На нового Акима возлагаем большие надежды. Верим, что он будет делать все возможное, чтобы уровень жизни сельчан повышался. Сегодня мы всем Хабдинским районам выбираем своего Акима. Это очень хорошее начинание. Аким у нас должен быть какой? Справедливый, чтобы умел разговаривать с народом и думал о народе. Проголосовала с надеждой в то, что новый Аким внесет вклад в развитие нашего района. Выборы Акима сегодня проходят и в городе Курчатове, области Абай. В ходе избирательной кампании в регионе были выдвинуты два кандидата. В списках избирателей зарегистрировано почти 7 тысяч человек. Из них 63 голосуют впервые. Жители избирают нового Акима на 12 городских участках. Наши жители города Курчатов очень активно участвовали сегодня с утра в данных выборах. Сегодня очень исторический момент для Казахстана, а также для нашего города. Так как впервые выборы проходят именно Акимов городов и районов областного значения. Выборы Акима городов – это очень важный шаг в развитии нашего города, в котором должен принять участие каждый Курчатовец, я считаю. В целом, обстановка на нашем участке спокойная. С стороны наблюдателей никаких нарушений у нас не выявлено. Граждане принимают активное участие. И к другим темам. В Казалардинской области на 3,5% снизился уровень безработицы среди молодежи. Результаты удалось достичь благодаря региональной карте занятости. С начала года по программе создано 37 тысяч новых рабочих мест. Тему продолжит моя коллега Райхан Тажибаева. Только в рамках одного национального проекта развития предпринимательства в регионе создали свыше 15 тысяч рабочих мест. Практически все граждане трудоустроены через электронную биржу труда. По итогам 9 месяцев в регионе создано 9 тысяч 503 рабочих места. На 100% выполнены обязательства по пенсионным отчислениям и регистрации трудовых договоров. Согласно общему плану, в этом году должны были трудоустроить 10 тысяч 650 человек. Сейчас показатель выполнен на 89%. До конца года выполним полностью. Особый акцент на снижении молодежной безработицы с начала года в этом направлении одобрено свыше 300 проектов. А в областном центре на развитие предпринимательства потрачен 21 миллиард тенге. Поддержку получили 1148 проектов. Создано почти 3,5 тысячи новых рабочих мест. Больше всего бизнес-идей в сфере обрабатывающей промышленности. Открыты цеха по выпуску бетонных изделий, переработке кожи и асфальтный завод. На последнем уже расширяют производство и наращивают объемы. К работам привлекаем только местных жителей. Наш завод выпускает 60 кубов бетона и 130 тонн асфальта в час. Сейчас на предприятии трудятся 20 человек. В планах увеличить мощность и создать еще 80 рабочих мест. Снизить уровень безработицы в регионе позволили и безвозмездные гранты. С начала года гранты на поддержку предпринимательских инициатив получили полторы тысячи козлардинцев и социально уязвимых слоев населения. Райхан Тажибаева, Ханалиев, Козларда, Хабар-24. Новые социальные объекты ввели в эксплуатацию в Келесском районе Туркестанской области. Там появился детский сад на 150 мест. А еще дом культуры. Благодаря им работу смогли получить полсотни местных жителей. Подробнее расскажут мои коллеги. Село 28-я гвардия расположено на границе с Узбекистаном. Детского сада ранее здесь не было. Теперь новый социальный объект может принять 150 малышей. Строить его начали два года назад. Бюджет у детсада обошелся в 110 миллионов тенге. До этого наши внуки ходили в другой детский сад. Отсюда 10-15 километров. У нас нет своей машины. А теперь такой объект открылся в нашем селе. Мы очень этому рады. А в селе Кошкар-Ата появился дом культуры. Построили его по госпрограмме Аул Ельбисега. Теперь здесь появятся творческие кружки для сельчан. В открывшемся доме культуры будут трудоустроены жители сельского округа. Наша главная цель – поднять культуру сельской молодежи, эффективно использовать ее в свободное время, сохранять национальные интересы и расширять возможности для искусства. Мы считаем, что новый объект – это прекрасная возможность для сельчан. В доме культуры работает библиотека, есть большой зрительский зал. В день открытия местные артисты подарили сельчанам первый концерт. Артем Грапов, Жандос Жумабек, Ербулат Абиш, Туркестанская область, Хабар, 24. По программе Аул Ельбисега строят дома культуры. И в Кустанайской области один из них появится в поселке Пригородный. Сдать объект обещают в конце года. К торжественному открытию местные коллективы обещают подготовить концертную программу. Пока сельские таланты репетируют в нескольких помещениях. В арендованных кабинетах Акимата и в школьном актовом зале к открытию клуба готовят мини-концерт. У нас есть одаренные дети, но у нас не было помещения такого заниматься. Сейчас строится новый клуб, и люди к нам потянутся. Будет есть куда им сходить. И деткам, где свободное время позаниматься. Строительство дома культуры в Пригородном началось летом. На это из бюджета направлено больше 250 миллионов тенге. С 90-х годов уже клуба не было. Потом мы возродили одно клубное формирование. Но там проводятся кружки танцевальные, кружки самодеятельности. Ну и в основном смотр художественной самодеятельности готовится. В строящемся клубе тысяча квадратных метров. Он рассчитан на 100 мест помимо кружков и секций. Здесь будут библиотека, медицинский пункт и тренажерный зал. Окна установили уже, полы закрыть. Сантехнические работы полностью завершены. Отопительные системы установили. Ждут в первую очередь, чтобы кровлю завершить. Сейчас внутреннюю работу. Подрядчик заверяет о том, что в течение этих двух месяцев завершат кровлю и внутреннюю работу. Аналогичные дома культуры по программе «Аул Ельбис-СГ» в этом году строят в шести селах. Здесь будут организовывать досуг для пяти тысяч жителей. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, Хабар-24. Как не попасть на уловки интернет-мошенников и как отличить добросовестных онлайн-продавцов от аферистов? Об этом мои коллеги расскажут в документальном фильме «Игра на доверие». Он выйдет сегодня на телеканале Хабар. Очередное журналистское расследование рассказывает о громком уголовном деле по факту мошенничества в особо крупном размере, который сейчас расследуется в Казахстане. Жертвами уже стали сотни человек, которые вложили по 2 миллиона тенге в надежде получить товар из Китая по ценам в десятки раз ниже рыночных. Но так его и не дождались. Не пропустите сегодня в 21.40 на телеканале Хабар. Ну и на этом у меня все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok